Решил сходить на Красную башню. Все-таки, ну, основная такая, в принципе, без вимчательности здесь одна из основных. Даже на гербе города изображена эта башня, поэтому, я думаю, стоит уделить некоторое время и посетить ее, и посмотреть, как все это выглядит там. Вход, посмотрим, что почем, как там вообще, насколько красиво с высоты. Билет 15 лир. Башни Шипьярт 25. Я, наверное, схожу на этот Шипьярт тоже. Так, ну вот и вход. Красная башня. Заходим. Довольно низко. Тут специальную какую-то поролонку сделали, чтобы не убился никто. О, здесь прикольно. О-о-о. А людей-то вообще нету. Класс. Никто не мешает тебе сфоткать что-нибудь или посмотреть спокойно. Обожаю, когда нет туристов. Так, ну а вот и подъем наверх. Ступеньки довольно крутые. Даже более чем. Такой довольно сложный подъем. Ступеньки очень крутые. Ну, их и немного. Есть какой-то выход на осмотр. О, весьма красиво. Ну, я, наверное, сейчас поднимусь все-таки на самый верх. Смотреть, как там все с самого верха. Потому что она вроде внутри пустая должна быть. Насколько я смотрел фотографии. Центр башни. Пустынный. Сейчас какое-то время я такой, походу, попал, что туристов вообще нету. Все либо уже сходили, либо собираются попозже идти. Поэтому, ну, вообще никого. Продолжаем. Подниматься выше. О, отличный вид на порт, на корабли. Ну, маяк тоже здесь. Получается, башня-то символ символом, но она довольно такая небольшая и простая. Поэтому осмотр занимает буквально там пять, может быть, десять минут. Ну, и опять же, цена за вход символическая. Пятнадцать местных рублей. Поэтому, я думаю, стоит посетить. Если уж ты приехал в Аланию. Тем более, тут не так много исторических этих таких развалин всяких. Ну, в общем-то, все тут. Можно так спускаться уже потихонечку. Быстренько все осмотрел. Красиво, да. Отличный вид на порт, на море. Ступени очень высокие. Если у вас какие-то проблемы с ходьбой, то будьте внимательны. Может быть, и не стоит сюда залезать. Продолжаем двигаться дальше. Посмотрим, что здесь, куда выведет эта тропинка. Здесь, конечно, все так красиво. Прям хочется все сфоткать, посмотреть, потрогать. Ну, такие древние вот эти крепости, они всегда привлекают внимание. Дорога тут становится все хуже и хуже. Видимо, не всякий турист до сюда заходит. А, ну тут, собственно, и доходить-то некуда. Вот так вот. Чик и конец. Похоже, дорога к этому доку где-то в другом месте. Сейчас будем искать. Вкусняшки готовятся. Граната, фреши, граната. Витамино. Супер. Ожинал витамино. Анталия, аланья. Фреши. Натурало. Ничто не предвещало. Здесь палаток каких-то. Вот раз, и дядечка стоит и делает фреши. Очень классно. Ребята купаются. Ладно, все классно, но идем дальше. Здесь, получается, еще у этой башни есть такой очень маленький, даже я бы сказал, крошечный пляж. С камушками. Можно искупаться, освежиться, если вдруг захотелось. Даже пушки есть. Настоящие. Которые защищали крепость, видимо, от нападения с моря. Такой очень низкий проход. Тут еще сделали мягкие штуки, чтобы никто головой не убился. Оп. О-о-о. Вот он у нас. Благодать-то. Так, ну вот, башня. И вот ход в этот док. О-о-о, вот здесь прикольно. А что, здесь ведь когда-то реально пираты тусовались, походу. О-о-о. Какая-то заготовка для корабля. Здесь круто, мне нравится. Такое интересное местечко. Так можно хорошие сделать фотки. Ну и так прикоснуться к истории. Ну, 13 век все-таки, как-никак. Стенобитные орудия. Или что это такое. А вот выходы к морю. То есть, получается, вот в эти арки загоняли сюда. И здесь там чинили их там, реставрировали. Новые делали, опять же, спускали на воду отсюда. Ну, укрывали от врагов там. Видимо, как-то так, наверное, все это было. Ну, здесь, короче, сделали такую некую экспозицию из всего этого. Ну, вот поставили какие-то макеты там, экспонаты. Вот что так от туристов было интересней. Ну, короче, классно. Стоит посетить, я думаю, все-таки. Также здесь есть еще одно такое помещение, закрытое. То есть, маленькая калиточка, вход, и помещение никуда не выводит. Только сверху какие-то бойницы вот эти. Вот. И непонятно, что здесь происходило. Ладно, выходим. А, ну и здесь все. Тоже, закрыто. Замок. Дальше хода нет. Продолжение следует...